Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и описание по книге Великий Музей Мира. Уильям Этти. Кандал Царлидия. Втайне от красавицы жены показывает ее наготу своему телохранителю Гигесу. 1830 год. Холст масла 45 на 56. Уильям Этти английский художник, прославившийся изображениями обнаженной женской натуры. Его занятия начались с упражнений в графике. После 7 лет такой работы Этти перебрался в Лондон и поступил в Королевскую академию художеств. Там он жил в доме живописца Томаса Лоуренса, который оказал на него большое влияние. Дважды в 1816 и в 1822 году автор посетил Италию. Во второй приезд он особенно пристрастно изучал венецианских мастеров. В 1828 году Этти стал действительным членом Академии художеств. Сюжет картины подчеркнут из истории Геродота. Лидийский царь Кандаулес, как всегда влюбленный, считал, что его жена красивейшая женщина на свете. Своему телохранителю Гигесу правитель доверял самые важные дела и даже расхваливал красоту царицы. Однажды властитель обратился к нему с такими словами «Гигес, ты не веришь тому, что я говорю тебе о красоте моей жены, поэтому постарайся увидеть ее обнаженной». Так созрел хитроумный план Кандаулеса. Геродот подробно о нем говорит, которому Гигес, поначалу противившийся, в конце концов подчинился. По имени Кандаулеза получил название форма сексуального извращения – Кандаулезизм. Эти запечатлел в этот момент истории. Обнаженная женская фигура со спины образует ось картины. Две темные мужские составляют известный композиционный баланс. Сцена наполнена драматизмом. Он в значительной степени определяется трагической развязкой истории. Было задумано так, чтобы цариста ничего не заметила. Однако она разгадала коварный замысел мужа и хитростью поставила Гигеса перед дилеммой – убить Кандаулеза и, став царем Лидии, взять ее в жены. Или убить себя, как совершившего непристойный поступок. Мужчина выбрал первое. Отличие подхода художника в XIX веках к разработке античных сюжетов от творцов эпохи Возрождения или классицизма в том, что старые мастера избирали, как правило, ходовые, много раз повторявшиеся сюжеты. А новые и эти, в частности, отыскивали редкие сюжеты, а лучше, когда ранее не встречавшиеся в живописи. Данная картина – один из таких примеров. Ну вот такое описание к работе Уильяма Этти. Кандаул, царь Лидии, втайне от красавицы жены, показывает ее наготу своему телохранителю Гигесу. 1830 год. Описание по книге Лидии Музея Мира. Пока-пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok